Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Продолжая же недельные ролики про то, как я инвестирую и делюсь 25-летним опытом инвестора, который таки достиг уже финансовой независимости с помощью инвестиций. Новости имитентов, риски, перспективы компаний, мои покупки и так далее. Сегодня в частности будет Новотек, НЛМК, Лроса, Газпром, ВК и другие. Начну с Новотека. Сравнительно недавно я получил дивиденды от Новотека по итогам второго полугодия 2023 года в размере 44 рублей на акцию. Акции Новотека у меня немного на публичных счетах, они у меня присутствуют на Тиньковском счете, раньше же инвестирования и на ИИС. Поэтому полученные мною суммы совсем небольшие и не вижу смысла на них акцентироваться здесь. Лучше напомню, что у компании сейчас не самая простая ситуация из-за попадания под санкции. Я об этом много писал и говорил ранее. Серьезные проблемы возникли из-за зависимости от западных технологий, но Новотек ищет естественно пути выхода из сложившейся ситуации и к 27-28 годам планирует выйти на независимость от иностранных технологий. Подчеркну, только через несколько лет. Не к осени, не к концу года, а через несколько лет. Также по бизнесу Новотека сильно бьет недостача газовозов. Ее тоже еще предстоит преодолеть и тоже, похоже, не получится это сделать за пару-тройку месяцев. Именно поэтому сейчас котировки акций Новотека находятся под очевидным давлением. Это хорошо видно на графике. Однако я изредка продолжаю накапливать бумаги этой компании, не торопясь и малыми объемами. Усредняюсь. Как я уже сказал, у меня акций Новотека очень мало, поэтому я совершенно спокойно и с удовольствием буду их покупать понемногу при дальнейшем снижении. И, естественно, планирую внимательно наблюдать за новостным фоном по этому имитенту. Далее, пара слов про многолетние соревнования брокерских счетов на моем канале. В этой публикации от 5 мая того года в Телеграме я подробно рассказал про суд соревновательных счетов и в частности про оранжевое инвестирование. Прочитайте тот информационный пост в Телеграме для лучшего понимания. А вот это брокерский счет того самого оранжевого инвестирования. Здесь присутствуют зависшие фонды и сюда я продолжаю регулярно покупать российские активы, ну, соответственно, фонды, акции, облигации. Далее видим счет инвест-клуба на закрытом канале в Телеграме. На него я покупаю иностранные акции в долларах США. Сейчас по иностранцам я публикую в инвест-клубе так называемые виртуальные покупки, но пока нет технической возможности реальной покупки. Оба этих брокерских счета соревнуются. Условия соревнования одинаковые. Регулярно пополняю каждый из них на 10 тысяч рублей в неделю и покупаю активы. Конечно же я хочу сохранить это соревнование, чтобы вы видели, как оно пройдет через, ну, очень неоднозначное и сложное текущее время. Кстати, видим, что иностранный счет инвест-клуба уже давно сильно обгоняет вот это оранжевое инвестирование. Причем действительно сильно так, как американский рынок и курс доллара выросли неплохо. Но так было совершенно не всегда. Да, более полтора года назад оранжевое инвестирование лидировало. Как говорится, удивительно, но факт. И это, естественно, показывалось на канале, ничего не скрывалось. Можете проверить по старым роликам. Достаточно легко сделать, если захотеть. Кстати, уже скоро начнется частичный обмен с иностранцами за мороженными активами. В Телеграме у меня уже были публикации по этой теме. Вот пример такой публикации. Продолжу и дальше освещать эту тему в Телеграме. Вот на этой неделе я собираюсь, ну вот я приму точно уже решение, буду ли я участвовать в этом обмене, что буду продавать. И напишу об этом на канале, опять же, в Телеграме. Если захотите читать мой бесплатный Телеграм-канал, то подписывайтесь только по моей ссылке. Это важно. Иначе нарветесь на мошенников. Так, дальше. Продолжаю по новостям компании, входящих в мой инвестиционный портфель. ИНЛМК. ИНЛМК публиковал финансовые результаты по МСФО за 2023 год. Это был сокращенный отчет. Тем не менее, из него мы узнали, что выручка выросла на 3,6% год в году, а чистая прибыль увеличилась на 25, почти 26% год в году. Кстати, часть чистой прибыли образовалась от продажи активов, а не от операционной деятельности. Стоит отметить, что в основном спрос на продукцию комбината оставался вполне стабильным. Также напомню, что компания имеет право экспортировать сталь в ЕС до 30 сентября 2028 года, потому что у нее есть такое разрешение от регуляторов. Вот, про дивиденды вы тоже уже наверняка знаете. Сравнительно недавно Совет Директоров ИНЛМК рекомендовал выплатить по итогам 2023 года дивиденды в размере 25 рублей с копейками на одну акцию. Это хорошо. Но, честно говоря, акцию на ожиданиях дивидендов уже довольно неслабо разогнали. Конечно, надо было покупать ИНЛМК раньше. Я так и делал в инвест-клубе и объяснял, почему покупал тогда. Покупал осторожно, и сейчас, взглядом назад, хорошо видно, что те покупки получились по очень приятным ценам. Продолжаю. Но сначала напомню, что в моем основном бесплатном телеграм-канале регулярно выходят посты с содержанием, которые не подходят по формату для видео. Важные публикации. Вы их можете прочесть только там. Например, вот эти темы из последних. Кстати, если захотите подписаться на этот канал в телеграме, то подписывайтесь осторожно, только по моей ссылке, чтобы не стать жертвой мошенников. Этих сейчас, к сожалению, очень много. Так, далее, далее по плану Алроса. Наблюдательный совет компании Алроса рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 2 рублей на акцию. Дата закрытия реестра 31 мая. Последний день покупки, если вы хотите получить эти дивиденды, 30 мая. Финальное решение по дивидендам будет принято на общем собрании 20 мая. Новость, можно сказать, позитивная, так как компания продолжает следовать своей дивидендной политике, находясь под жестким санкционным давлением. Но гораздо приятнее был бы позитив по санкциям. А там пока очевидные сложности. В связи с этим особенно пристально наблюдаю за новостным фоном из Бельгии. Долю Палроси не увеличиваю, причем уже очень давно, так как меня напрягает не только санкционная, но и конкурентная ситуация в отрасли со стороны искусственных алмазов. Но это я все уже говорил, позиция здесь у меня не меняется. Далее, всем рекомендую смотреть мои свежие обучающие и обзорные ролики. Обложки на экране. Просмотров там немного. Алгоритмы Ютуба не любят реально полезное. Им бы что-нибудь сенсационное подавай. А в этих роликах очень много важного не только для новичков-инвесторов, но и для тех, кто считает себя опытным. Честно говоря, я очень не рекомендую вам пропускать мои обучающие и обзорные ролики. Они сберегут вам и деньги, и время. Это очень важно. Далее, перед блоком о покупках я запланировал сказать еще несколько слов про Газпром. Акции газового гиганта тоже подросли в последнее время. Похоже, желающие покупать цепляются за любые, даже слабо позитивные новости, чтобы оправдать свои покупки Газпрома. Уважаемые, очень рекомендую перед тем, как покупать Газпром, посмотреть вот этот ролик, обложка на экране. Посмотрите, я не хочу здесь повторять все основные мысли, которые изложены в том видео. Сейчас многие ожидают новостей по дивидендам от Газпрома. Газпром действительно может выплатить дивиденды, но не потому, что дела хорошие, типа накопилась прибыль, которой можно поделиться. А потому, что ему могут порекомендовать это сделать или по каким-то иным соображениям. Задайте себе вопрос, зачем вы собираетесь покупать Газпром под эти возможные дивиденды? Чтобы получить дивиденды, ответите вы, но бесплатный сыр только в мышеловке. Ведь мало того, что их могут и не дать, но еще эти дивиденды, если будут, сразу уменьшатся на величину налога. И цена акций снизится примерно на величину дивидендов. Ну, то есть, так называемый дивидендный гэп. И зачем вам это в условиях, когда будущий Газпром сейчас очень туманно, а значит и дивидендный гэп может закрываться сколько угодно долго? Зачем вам это все? Вопрос не риторический, попробуйте на него ответить. Надо не дивиденды ждать и интересоваться соответствующими новостями. Гораздо важнее корпоративные новости, ну в том числе и геополитические, которые способны убрать хотя бы частично текущие проблемы Газпрома. А их практически нет, этих новостей. Тем не менее, я бы, наверное, понял тех, кто покупает Газпром в долгосрок, если у них этой бумаги нет совсем или очень мало. У меня Газпром присутствует на ИСе, то есть вот на вот этом счете. Здесь у меня Газпрома на 154 тысячи примерно. И еще на Тиньковском счете оранжевое инвестирование тоже есть, который я уже сегодня показывал. Там еще на 18 тысяч рублей. То есть общая позиция по моим публичным счетам по этой бумаге сравнительно небольшая, но мне больше не надо. Газпром не покупают тоже давно. Слежу за новостями, за рисками, но пока перспектива остается очень сложной и не проясняется. Вот, теперь давайте расскажу про покупки. Всего покупок на прошедшей неделе было 7. Рыночная обстановка была сложная, многие акции продолжили рост. У ФСЗ в начале недели дали очередную возможность для покупки, которой я воспользовался. А затем они отскочили вверх, видимо, на приближающемся заседании ЦБРФ. В общем, покупки были точечные, немногочисленные и выверенные по рискам. Одна покупка из семи – это иностранная акция, те самые виртуальные покупки, о которых я говорил выше. И шесть из семи – это российские акции, облигации, ФСЗшки и фунды. Все перечисленные покупки были оформлены в инвест-клуб, естественно. Вот, а подробнее я сейчас расскажу про покупку ВК. Очень неоднозначная компания, даже при явно снизившейся конкуренции за последние годы, компания так и не может показать устойчивый хороший результат. Это неприятно осознавать. Тем не менее, выручка все же растет. Я понимаю, что потенциал у компании очень неплохой. Но также я осознаю, что руководство вполне может не торопиться реализовать этот потенциал, так как у него могут быть иные задачи. Повышенный госконтроль – это и возможности одновременно, и риски. Это стоит все принимать во внимание. В общем, риски здесь немаленькие, поэтому много ВК я покупать не собираюсь. А вот немножко изредка, и понимая сложную перспективу, можно, если, конечно, осторожно, и если бумага нормально вписывается в портфель по риску. Вот, в общем, осторожная покупка у меня продолжается. Тут ничего удивительного, так и нужно инвестировать. Покупаю не тупо и хаотично. Система покупок вполне прослеживается в инвест-клубе, все объясняю. Учитываю риски, заранее создаю условия для нивелирования возможных непредсказуемых неприятностей с эмитентами, эффективно растягиваю покупки во времени, балансирую объемами. Никакой суеты движухи, элементов шоу. Просто, грамотно, спокойно инвестирую в долгосрок, так как это должно быть на самом деле. Ну а на сегодня это все. Успех финансовой независимости. Да и прибудет с вами сила сложного процента. Продолжение следует...